Мариэл готова к третьей летней спартакиаде инвалидов. Заместитель министра спорта России Марина Томилова, посетившая регион с рабочим визитом, подтвердила готовность спортивных и инфраструктурных объектов республики к проведению масштабных соревнований. До старта крупнейших спортивных соревнований в истории республики остался ровно месяц. Пандусы на входах, увеличенные входные проемы, обустройство помещений, диагностика вентиляции, ремонт брусчатки. Подготовки спорт-объектов Ешкаралы к событию всероссийского масштаба – внимание особое. Соревнования пройдут на территории четырех спорт-объектов Ешкаралы – во Дворце водных видов спорта, Фокс-Спартак, на стадионе «Дружба» и в теннисном корте. Выездные рабочие совещания перешли в еженедельный формат. И цифры, и сама картина меняются ежедневно. Все работают на общий результат. Спортивные объекты, которые у нас задействованы в проведении третьей всероссийской летней спартакиады инвалидов, уже не одно прошли тестирование на всероссийском уровне. И отрадно, что когда-то Республика Мариэл, одна из первых, зашла в федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта. И поэтому сегодня Республика Мариэл в части развития массового спорта является одним из лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. Потому что цифра 42% систематически занимающихся – это очень большая, масштабная. Но за этим есть реальный труд. Более 1800 человек из 61 региона в возрасте от 14 до 18 лет уже решили стать участниками третьей всероссийской летней спартакиады инвалидов. Впрочем, и заявить свое желание стать частью большого спортивного праздника – время еще есть. Заявки от участников принимаются до 17 июня. Город будет не только красивым, чистым, но и доступным для всех участников спартакиады. Уже выстроена логистика пешеходного и транспортного движения. Более 55 единиц техники будут возить спортсменов. По городу и на троллейбусах будут бесплатно перевозить волонтеров. Обеспечивать порядок в круглосуточном режиме планируют 350 сотрудников полиции. Это уже является событием для республики. Это должно быть событием для всех участников. Это должно у каждого из них оставить чувство хорошего послевкусия, удовлетворения. А главное, каждый должен уехать с наградами. Наградами – это, прежде всего, хорошее настроение, спортивные награды. Это желание работать с собой, желание расти во всех смыслах и, прежде всего, в спортивных достижениях. Уже сегодня составлена полная дорожная карта, согласно которой определены не только места питания и проживания спортсменов, жюри, тренеров, волонтеров, но и полная культурная программа. В вечернее время будут организованы и концерты, и экскурсии. 360 специально обученных волонтеров будут работать на всех площадках. Как отметил глава Мариел Александр Евстифеев, это значимое событие станет отчасти решением вопроса кадрового резерва региона. Наиболее активная молодежь в будущем имеет право, возможность трудоустройства в госорганах. В рамках совещания обсудили и тему открытия аэропорта, к началу открытия спартакиады. Как отметил глава Мариел, в подготовке такого масштабного спортивного праздника неважных вопросов не существует.